29 августа 2023 года стою слияние реки орлик с рекой ака там вдали временный пешеходный мост за ним реконструируемый красный мост вроде как ноябрю его должны сделать вот гуляем тут с блогером людмила из орла людмила когда мост сделают 23 23 ноября где-то на новому году скорее на так что ожидаем завершение реконструкции красного моста ну и сейчас вечер 7 час люди гуляют отдыхают орловцы местечко конечно заросло кувшинками этими утки плавают я кстати 2020 кажется году видел здесь черепаху на бревне либо в 2021 не помню точно у меня есть ролик слияние океорлик и черепаха я очень удивился красноносая большая вот здесь сидела я снял и так далее там у нас пешеходный мост далее плотина подвесной мост такой замечательный вечерок орловский там детский парк фонтан кони давайте людмила дойдем до розария снимем и далее про продолжим прогулку по набережной вот здесь такие камни интересно лежат они из пластмассы камни выполняют функции скамеек сидений на них можно посидеть они внутри пустые вот такие камушки для сидения по моему это пластик смотрите я как-то не снимал от розарий такую клумбочку сделали возле фонтана кони вот амбассадор удивитесь какая клумбочка интересная мой подписчик любит цветы так а тут что шмель что ли заснул спящий шмель видите да ну ладно пусть спит наверное уже такой как говорится сова жабородных вот это наш мель сова решил пораньше улечься такой фонтанчик фонтан как называется лошади пьющие или лошади на водопое я не помню как он называется но он как-то называется лошади пьющие но лошади пьющие я потом да я уже как-то снимал этот фонтан кони писал как он на самом деле называется но это можно в интернете посмотреть вот да такая такой арт-объект еще здесь хорошая розарий такой интересный как-то шел шел тут раз натыкаешься прям посреди дороги бац розы это интересно мне кажется на этом месте зимой елку делали до елка стояли до до была елкой нет рядом как-то вот прям натыкаешься и все на розари на ну ладно все равно приятно так пойдемте прогуляемся по набережной потому что давно здесь что-то ничего не записывал а место такое приятное клен молодой людмила из орла блогер специалист по растениям и деревьям канал людмила из орла вот подпишитесь кому интересно садоводство огородничество вот она любила горло подписчиков вот подпишитесь на ее канал людмила из орла все кто любит эти цветы растения всякие вот насаждения культурные некультурные собачка вот такая покрашенная вообще что-то коварли не увидишь шпиц по моему называется порода ну это конечно не белка но тоже существо радостное позитивно сонечка девочка а это как называется воркаут до тренажерный зал на открытом воздухе на это наверно для парковки велосипедов такая спираль оригинально сделано хорошее местечко а тут прокат водок аттракционов катамаранов 1822 видите на водный мир ну про погоду сказать хорошая погода градусов 20 ветра нет дождя нет был дождь с утра сейчас его нет ни ветра ни дождя достаточно тепло да это что она занимается это хорошо у нас как говорится замечательная молодежь красивая высокая стемнеет вы дмитрий любите мерить температуру воды всегда вот сейчас какая температура воды можно ли купаться я думаю что температура градусов 18 или 20 да я нормально отношусь просто вечером нижнее белье долго сохнет если днем например купаться то можно просушиться за час за полтора спокойно а вот в такое время кому-то придется нести белье сырым а вообще я только что ванну принял перед прогулкой так сказать прогуляться вышли когда построена спасательная станция я не знаю добрые советские времена до набережная дубровинского за рекой вот еще давайте на прощание посмотрим на пешеходный мост временный он прекрасен так что надеемся что в этом году можно будет уже гулять пройтись по красному мосту до построен давно судя по веранде якоря да кто-то говорил про это орел портового город вот там такой памятничек странный стоит который как бы неприметен я его снимал как-то там герои тургеневского рассказа бежен лук вот а вверху памятник тургеневу и вообще вот это место были такие планы сделать банный мост так называемый спуск к реке и построить здесь мост чтобы можно было перейти вот туда на улицу покровского и к универмагу вы выходите чтобы это было очень здорово что можно было отсюда вот так у трассы перейти на тот берег а пока как-то вот помню по весне здесь спускался этот и поросли все по вырубили теперь она опять по выросла укрепляет берег снимал видео вот когда поводок 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 помню тут жужжали эти все рубили теперь опять все повыросло лука интересно формация плавательная спасательная это судно афалина котирок орлик судно орлика афалина прогулочные суда орловские да сейчас конечно уже освещение не то а я со включен стабилизации снимаю samsung galaxy с и меньше не знаю что получится но что-нибудь получится температура воды у меня градусник то есть но я не брал с собой думаю 18 может докупаться можно окунаться и при плюс 10 и плюс 8 можно окунаться вопросу длительности окунания когда занимался закаливанием меня вообще все равно был к температуру заскочил и выскочил вот этот стополь серебристый как хорошо все все тут спелят у нас любят пилить сейчас попили центра потом попили то окраина тополь великан на самом деле очень большой очень красивый ствол просто огромный такой тополь березовидный такой тополь березовидный акация зеленое насаждение очень важно для кислорода для каждого жителя рекреационный ресурс а по-русски для отдыха правильно зеленый цвет он благотворно действует на глаза да почему в нашем флаг нет зеленого цвета так нравится зеленый цвет был бы тетраколор зеленым цветом а ведь в россии очень много зеленого цвета растительность леса поля все зеленые собаки мудрый вид до собака я люблю животных а это тоже умный вид собаки похоже все вот эти кто чипирован они все умные так а этот не чипированный но это чуть такой вид ну так тоже ничего какие у вас собаки умные лица да прям как олень красавица молодцы молодцы мне нравится животное вам нравится животное Людмила очень это наши меньшие братья и сестры братья и сестры ну что возле в полосе прибоя много наблюдается веточек листиков лопушков в общем довольно грязненькая полоса прибоя но песочек чистенький приятный песок очень хороший очень хороший правда же Людмила какой песок песок новый завезенный в этом году да я видел как его разбрасывали потому что прошлогодний смыло у нас водой наводнением песок замечательный вот помню советские воспоминания пляж что такое пляж это серый песок бычки кругом да спички осколки ложечки от мороженого всякая фигня а так чтобы металлические крышечки это державые обязательно что-то наполнишь вот да вот вот правильно Хрущев сказал следующее поколение будет жить при коммунизме ну если это конечно не коммунизм то по крайней мере очень такое время когда много красивых так сказать благоустроенных территорий и набережная вот это посмотрите какая в советское время не было тут набережной такой веревки спасательные круги да и вот этих по-моему тоже не было грибочков или были что-то такое вот эти семей да в этом и в том году были нет советское время ничего не было туалетов не было ни переодевалок в общем то а тут теперь глянь на каждом метре а туалетов тоже по мне было не было ничего а тут такая каменная набережная дойдем все мы вот тут вот с людмилой ходили в половоде и нормально как-то а тут кругом вода вода я просто немного впечатлением сейчас ребята пройдут они тут кричат громко оптически у нас замечательная молодежь только я вот иногда ее не снимаю а наматом ругается сильно кто ее научил вот не знаю замечательный вечер на набережной находимся на левом берегу оки я просто почему про коммунизм про впечатления я вот так сегодня анализировал зашел в атолл там уценку посмотрел кефирчик там я ролик снял завтра выйдет 20 рублей пол литра хлебушек уцененный тоже хорошего качества потом что еще законы вот какие-то на подходе которые разрешают этим ритейлерам то есть магазинам которые продают хлеб там ну вот эти все пятерочка магнит ведь у них весь товар сразу ндс облагается им невыгодно этот товар как сказать отдавать бесплатно который уже просроченный потому что им придется ндс за него платить а то бы они его отдали они вынуждены его утилизировать вот как-то так или продавать дешево ну в общем я не знаю этой темы но знаю что вот обсуждается такой закон чтобы они могли спокойно либо отдавать там подходящие к сроку товары либо продавать со скидками большими ну не знаю в общем как то вот так лучше будет и секонд-хенды тоже меня радует если хорошие там действительно качественные вещи можно купить поэтому как бы и город благоустраивается и мне кажется все налаживается и налаживается и скоро жизнь будет просто прекрасно только мы все повымрем и все пробка на герцинском мосту да и пробка то что вот тоже в новостях читал население Орловской области все сокращается сокращается а городская территория все благоустраивается и благоустраивается да, Людмила? да, согласна а население все сокращается и сокращается благоприятная зона для населения создается в виде фонтанов вот пойдем сегодня вечером смотреть фонтан да, Дмитрий? да, обязательно ну я думаю так что просто раньше вот пенсии не было поэтому вся надежда была на детей поэтому люди детей делали в огромном количестве то что это было как-то страховка на старость а сейчас людям пенсии дают пособие дают и как-то особо им и не хочется детей заводить из-за этого да, Людмила? мы немножко не согласились да детей, старости и всего да как получится как пойдет как пойдет, да да, одного родить главное а потом как получится ну да ну это дело такое люди сейчас, конечно более эгоистичные стали для себя пожить хочется много соблазнов я сегодня знакомого встретил работает красное и белое мы с ним в одном детском саду были говорю ну наверно хороший тебе зарплата там они как-то все хорошее на дверях зарплату пишут 35 да, говорит 35-40 я говорю чистыми? да, говорит а как работаете? три через три ну, говорят лично это хорошие деньги да ну мало мне не хватает я говорю ну всегда будет что-то не хватать то есть как бы человек такая такое существо положившему зарплату 30 тысяч ему мало 20 мало 50 мало 60 мало то что всегда найдется на что их потратить постоянно рекламируют поездки там путешествия дорогая это техника дорогая телефоны айфоны так что тут как бы главное это мир в душе рыбкой плеснула ага а денег их всегда будет мало ну вот такие у меня размышления а так в общем если сравнивать с какими-то 80-ми годами когда конечно все было весело но апельсинов зимой было не купить бананы там буквально вот раз в жизни я пробовал в детстве мы их и не видели почему-то апельсины вот эти то что сейчас вот лежит в магазинах зимой помидоры огурцы у пасеков не было ничего подобного были зеленые помидоры соленые все влачные поэтому насчет продуктов сейчас не неплохо но вот это растение татарник татарник потом кто у нас тут это мордовник отсветший мордовник отсветший стоит такие огромные скелеты борщевиков напоминают скелеты инопланетян каких-то вот но это еще не так а эти прям зловещие так стоят по пять по шесть метров я видел деревни тайное мордовничек да шарики такие колючие да интересные сфероиды такие вот там я вижу черное бузино вот видите из нее делают варенье кстати из бузино не очень камера берет ну ладно в общем бузино там черное поверьте на слово ну ты ж показал да там размыто как-то вот вот это такое разнотравие замечательное вот кстати а это шмель как сказал сова жаворонок жаворонок да этот жаворонок тот спит уже а этот на алиментах на алиментах наверное он один работает красиво алименчик наверное чего он это лазит то тот уже спит а этот трудится шмель трудоголик и шмель соня вот видите как еще одна это ну это молодой а может тут просто мертвый был нет заснул просто да пригрелся ну в общем так то как-то вы знаете мне вот эта зона очень нравится это зеленая ведь здесь я вот например здесь бы лучше искупался посмотрите здесь песочек здесь почище травка она вот эту фигню всякую отсевает и здесь нету этих как их буйков палок мусора и песочек здесь главное песочек то есть если где купаться давайте к воде спустимся воду потрогаем то здесь хорошо бы ой как хорошо да так что вот это место оно вообще великое очень длинная полоса вот этого пляжа сделана очень длинная и вот эта зеленая часть его она просто прекрасна просто прекрасно так а это ямку наверное рыбаки тут рыбу хранить выловленную не но я так логически а для чего ловить не ноги ж мыть рыбакам в общем там у нас да водичка о о о о о о о о градуса 18 20 хорошего и довольно таки чистая да о ничем не пахнет особо там дюны под водой такие песчаные на мыло ну вот такие у нас тут приятные места в самом центре города орла так ну что кусочек дикой природы ну какая тут рыбка не спряталась нет рыбакам хотелось бы обратиться выпускайте мелкую рыбку пусть поживет что это то есть по понятию европейская рыбалка сам видел ловит отпускают ловит отпускают даже крупные отпускают рыба что же хочет жить а там у нас еле еле движущийся трафик на герцинском мосту он же октябрьский он же мост 60 лет октября медленно медленно едет транспорт после рабочего дня по крайней мере вот эта правая полоса как то так а та полоса пободрее идет да не позавидуешь автовладельцам на том берегу вот виднеется еще здание КНС 6 канализационно насосная станция 6 тут было много деревьев их все вырубили это нехорошо запах такой бывает жуткий этой станции ну и вообще деревья они защищают реку от высыхания вот еще дом интересный 1951 год написано вот здесь я подходил там раньше смотрел такой доисторический есть такой у нас блогер андрей тюняев что мир создан дом 1 марта 1953 года так что этот дом как бы это дело то ли подтверждает то ли опровергает не помню какого года 3 марта 1953 доставили до 53 1 марта ну не помню его всегда много всяких теорий интернете есть ну в общем дом старинный давай берег посмотрим давай хорошо в общем ну что в общем все наверное что тут еще надо то там заросли особо туда не хочется лезть да не пойдем посмотрим ну пойдем пойдем если хочешь скажи я павлу поставлю ну пока что мочую ставить кубышка желтая не везде они есть ну конечно не особая радость вот она вот она да это кувшинка кубышка да кубышка желтая кубышка желтая ну это кувшинка называются кубышка белая она другая а другая это кубышка желтая это тоже водная растение ну скажем так кубшинка да они родственные какие то водные ну они листья у них похожи да да ну кубшинка и кубшинка а то просто кубшинка это кубшинка а это кубышка кубышинка точно ладно это не логизм эти все хорошие тут места познавательные вяз дикие но симпатичные вяз да да заросли такие недоросли недоросли камыш рогоз да это камыш розок рогоз рогоз обыкновенный да он же и камыш да где вот эти соцветия коричневые ну я вот да вон эскимо вот эти да на палочке г на палочке ну это камыш или не камыш или камыш что-то другое еще есть я вот слышал что рогоз это не камыш или нет или камыш это шумел камыш это вот это деревья гнулись про это растение про это тоже рогоз я знаю у него корневище сладенькие крахмалистые такие их можно выполоскать и есть о уточка плывет какая-то худенькая да есть такой блокер забыл как его зовут соколов вот он прям вырывал полоскал и ел их он там ложкой огонь разводил на снегу ложкой полированной так ну тут у нас какие-то заросли а вот это как называется водный огурец или как это хмель обыкновенный а что его как-то используют в хозяйстве пиво вот кстати бузина а вот эти голову моют еще из этой бузины красота варенье варят да очень вкусно это как до чего доходили наши предки сейчас оно вот можно варить из чего хочешь тогда это же из бузины варили ой я вообще как вспомню так вздрогну мне это рассказывают люди пожилые ну ровесники мои чуть постарше приходили из колхоза отработавши там нужно было избу растопить печку сварить там это в чулунках картошку господи как же жутко жили наши предки не говоря уже о вот этих баринах вот этих всех как сказать крепостное право ну сейчас уровень жизни гораздо выше чем у наших предков да как хочешь уровень вот она бузина сейчас уровень жизни красиво да она и можно есть вообще нет? можно только черные с Людмилой Волда не умрю что фитоляку она мне посоветовала теперь бузиной питаемся ну давайте попробуем бузину то нормально съедобно удивило Люд фу вот да она еще и не ядовитая вроде в умеренных количествах нужно михонора есть ага вы научите так ммм никогда черный бузину не ел даже не знал что она такая вкусненькая неосвоенный перех вот это да а я вот честно вот я вот сколько в орле живу всю жизнь я никогда черный бузину не пробовал на вкус оказалось что это съедобно ммм даже не знаю на что сказать похоже на ядовитую смородину на мелкую черную ядовитую смородину все-таки какая-то вот гадость не ощущает что и переешь и пронесет не вызрело что ли как это на коричневое какой-то есть легкий мерзкий привкус у этого полезного растения так что много не ешьте я так попробовал но как и с фитолякой как с фитолякой нужно быть осторожным берег мокренький берег мокренький как же я ролик назову лазанье по кустам сквозь кусты с людмилой там наверно амбассадор угорает на нас он тут любил гулять когда жил в орле не это мой подписчик самый главный да привет вам амбассадор гуляем как раз под теми беседками где кто-то пил плодовое вино из шапочки этой куртки из этой из капюшона вот смотрите как вырубили все так еще раз дом это доисторический не берет камеру 1951 год вырубили вырубили все это растение все повырубили все деревья а тут сидели какие-то на сижих какие-то люди со сложными судьбами под берегом сейчас все гуляют отдыхают рыбаки набережная такая культурная в общем очень культурным стало место но деревьев не хватает потому что деревья они защищают реку от высыхания и укрепляют берег и укрепляют берег для птиц насекомых да собак диких теперь да а вот это прям такая взвызревшая ну не буду уже сыт как сказал калиостро сыт я спасибо вашими угощениями я сегодня две пачки кефира выпил по пол литра о какой-то бетонный колпак канализация какая-то поэтому с базиной с бузиной шутить не буду сколько же прям хоть ведрами выноси дикий виноград и вот мы сейчас находимся как раз под домами вот улица 7 ноября помните Людмила мы там ходили конечно помню улица не 7 ноября а как же это коммуны улица коммуны такие вот домики там огородики да левые оки это сижи рыбацкая хорошенькая такая а вот там где сейчас ущелье будет такое это будет улица Ермолова вверх если подняться а там можно подняться реально такими козьими тропами и тут можно подняться ну тут мы не полезем а там посмотрим у таврах за которым дом архиерейский вот там наверное можно подняться вот уже скалы какие-то наши как говорите доломитовые известняковые известняковые доломитовые берега покрыт весь диким виноградом весь покрыт так ну а вот кстати собаки могут тут прятаться ночевать летнее время да очень удобно а что нора естественное происхождение вот сейчас то мы гуляем гуляем а когда нибудь там лет через десять здесь наверняка проложат так же как и там набережную и вот эта прогулочка будет восприниматься просто нора ничего себе скажут потомки какие тут были заросли какая тут была дорога а это тапки с алиэкспресса кажется вот такие были в общем время движется неумолимо а мы гуляем отдыхаем последние летние денечки потом будет осень золотая потом зимушка зима зима она кстати в орле не особо такая холодная можно перезимовать особенно с елками вот опять же жить становится лучше как говорил Сталин интересно в каком году он это сказал не в 37-м жить становится веселее вот у нас в самом деле с каждым годом что-то нибудь придумывается концерты какие-то елки очень красивые на площади до того прям вообще удивляюсь раньше как-то скучно жили а сейчас пожалуйста и в парке концерт вот сегодня например я даже немножко совесть мучить не пошел есть такой музей любимой улицы на улице Ленина и там встреча с этим с Молчановым бывшим корреспондентом Иваном восемнадцать часов и какой-то документальный фильм стали смотреть ну я вот решил погулять лучше по природе фильмов можно и зимой посмотреть о да отвалится не отвалится как на дворянке но не сегодня пройти успеем да прям гриб какой-то да ну это вообще у меня грустно вспоминания навевают такие вот отвалы потому что потому что вот я снимал в районе реки Цон ой ой стремновато как отвалится я выложить не успею ролик там вот тоже такое навис был а потом русло изменилось из-за переноса плотины и отвалился кусок приличный там еще памятник на нем был кто вот смотрит видите Дмитрий из Орла дом Бакина там памятник по погибшему парню я не буду тему повторять мрачную посмотрите интересно стоял памятник и вот так же вот отвалился кусок берега вот так тридцать девять минут ну я думаю еще минут на пять на шесть хватит записи я про да 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 а потом наверно все потому что я снимаю таким если меч да не добрался не добрался да сейчас у меня скоро запись закончится ну в общем видите тут какие вот эти заросли прям вообще очень очень сильно заросшие такие места даже вот иду даже не знаю куда выйду ну в смысле я понимаю что герцинского моста ну вот пройдем ли ну нам пройдем так а вот уже какой-то водосток тут обнаруживается наверное это как сказать то вынос пород это ну как когда сливается что-то там дождь там в общем такая тема это это вот это это на улице фирмова что ли возможно он обидится против это наша природа вот вот берег укреплен видите сетка и камня укрепление берега короче короче вот сейчас я дойду покажу мост мы уже почти до моста дошли и все вот вот он мост тоже виднеется и все наверное и прогулки на конец я давно хотел прогуляться вот в этом месте у меня просто 3 минуты записи осталось я сейчас так а тут может тут давайте тут закончим заодно осмотрим рыбачье местечко сижу эту так ну ничего не сыро нормально тут камни это решетка то есть это сетка в общем это рыбачье сижу так называемое место где рыбаки ловят рыбу вот замечательно видим мы тоже набережной Дубровинского Дубровинского вот это местечко такое спуска Людмила посмотрите тут нормально и вот Герценский мост все дошел я до этого места дальше не пойду спасибо вам за просмотр если понравился этот ролик поставьте лайк напишите комментарий поделитесь этим видео с друзьями в соц сетях сделайте репост подпишитесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс Дзен в Рутубе в Ютубе в Одноклассниках и Вконтакте также можете пополнить баланс моего сотого телефона восемь девятьсот двадцать восемьсот восемьдесят восемьсот восемьдесят двадцать на услуги связи звонки смс интернет ну и все наверное конец прогулки какой крупный камышек-то порой попадается прям вообще как колбаса коричневая интересно он тут здоровый прям ладно этого не полезно камыш нам все знают как выглядит он молодежь его распотрошила теперь он бегает друг за другом пухом посыпает друг друга ребят просто встретили в общем такие тут дела до новых встреч родная природа и подпишитесь на канал Людмила из Орла тоже пожалуйста она про растения знает больше меня орловский блогер Людмила а не